В ветеринарной клинике все чаще обращаются владельцы с жалобами на то, что их питомцев укусил клещ. Если вы не хотите, чтобы и на вашу собаку напали толпы паразитов, нужно позаботиться о защите своих хвостатых друзей. Далее в нашей программе краткий обзор антипаразитарных средств, которые можно найти в наших зоомагазинах. Самое распространенное средство для защиты от блох – это ошейник. Несмотря на богатый выбор, все они производятся по одному принципу. На ленту из искусственного материала наносят действующее вещество – химическое или натуральное. Перед одеванием ошейник обязательно нужно несколько раз растянуть, для того, чтобы треснули микропоры, и препарат из ошейника мог постоянно поступать на кожу вашего питомца. Покупая ошейник, обратите внимание на то, для каких животных он предназначен, и выберите именно тот, который нужен вашему питомцу. Так как жиропод у собаки вырабатывается постоянно, то ошейник изнутри может засаливаться, что будет нарушать прохождение препарата сквозь вот этот жиропод на кожу вашего питомца. Поэтому ошейник нужно регулярно изнутри протирать. Еще одно популярное средство от блох и клещей – это капли. Капли капайте на холку именно так, как написано в инструкции, либо это спот-он, то есть в одно место, либо вдоль позвоночника. Пользоваться капельками очень просто. Нужно разобрать шерсть на холке и капнуть на кожу препарат. С дозой ошибиться достаточно сложно, так как средство находится в ампулах, рассчитанных на определенный вес животного. Следующее средство защиты ваших животных от эктопаразитов – спрей. Он применяется как для быстрого избавления от паразитов, так и для последующей защиты. Используйте спрей, которым нужно обрабатывать собаку один-два раза в неделю лапы, грудь и хвост, то есть те места, за которые в первую очередь цепляются клещи. При обработке спреем длинношерстных собак его расход увеличивается вдвое. Но это и понятно – длинная шерсть, которую нужно смочить прямо до кожи. Шампуни от блох эффективны, если на вашем питомце уже есть паразиты. И помните, только 10% блох обитают на вашем питомце, остальные – в вашей квартире. Поэтому помещение также необходимо обработать. Ну и последнее – не экономьте на здоровье в ваших питомцах. До встречи!